Официальный статус отношений Армении и Азербайджана может решиться буквально в течение суток. Депутат парламента Армении Артур Казинян заявил, «Мои надежные источники в Брюсселе сообщают, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном примет окончательный вид в ходе завтрашней встречи Пашиняна-Алиева». Существенными условиями договора являются, первое, обе стороны признают территориальную целостность друг друга, второе, Арцах, получает культурную автономию в составе Азербайджана. Третье, Армения предоставляет коридор, соединяющий западные территории Азербайджана с Нахичеванию, который должен иметь такой же статус, как и коридор, соединяющий Арцах с Арменией. Четвертое, Армения должна иметь ограниченное количество вооруженных сил на контрактной основе и вооруженные силы. Пятое, Республика Армения и Азербайджан гарантируют безопасность и сохранность взаимных инвестиций. Шестое, разблокировка коммуникаций должна производиться поэтапно. Первоначально будут разблокированы коммуникации южных регионов. Седьмое, демаркация и делимитация границ должны осуществляться в границах, существующих на 1991 год. «Пожалуйста, получите нынешнюю безговорочную капитуляцию Армении и Арцаха, названную эпохой мира», заявил Казинян. Это заявление сделано на фоне протестов в Армении, которые направлены против подписания этого соглашения. Оппозиция обвиняет премьера Пашиняна в намерении сдать Карабах. Протестующие начали перекрывать в городе дороги, ведущие в аэропорт и к зданию Минобороны. Среди 414 задержанных – сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Ливон. Лидеры протеста объявили, что акции будут продолжаться, пока премьер не уйдет в отставку.